Привет! Это я и Касти. Продолжение такого многосерийного обзора CD-проигрывателя CDJ2000. Какие еще плюсы и фишки появились в этом проигрывателе? Компания PIONEER разработала свою программу под названием RECORDBOX. С чем полезен этот шаг вообще? Что он делает? Теперь вы понимаете, что несмотря на то, что диджей часто работает спонтанно, то есть ориентируясь на публику и все такое, на ситуацию, но многие треки должны быть подготовлены. Что я имею ввиду? В каких-то треках уже должны быть установлены метки, в каких-то треках уже должны быть хорошо установлены петли, или так называемая метка-петли, когда метка является петлей на какое-то количество ударов. Потом еще, допустим, должен быть, если трек со сложным ритмическим рисунком, какой-то брэкбит, то должен быть точно определён BPM. Вся эта предварительная подготовка значительно ускоряет работу джей и улучшает сам перформанс. Допустим, раньше всего этого можно было достичь, работая на компьютере, на программе Tractor и Serato. Вы треки у вас проанализировали, поставили где нужно петли, где нужно меточки, с лобтопом пришли и работаете, всё очень удобно. Что сделала программа Pioneer? Теперь, в принципе, вы можете сделать то же самое, но без лобтопа. Я уже в своих предыдущих сюжетах говорил, что с лобтопом всё хорошо, кроме того, что его очень часто неудобно подключать, ныряя под локтями у играющего диджея и некуда поставить. Поэтому эта программа Record Box, что она позволяет сделать? Она берёт вашу коллекцию, треки, которые у вас есть. Вы можете с помощью неё проанализировать ваши новые или старые аудиозаписи, где нужно поставить петли, где нужно поставить меточки, где нужно ритмическую сетку BPM выставить как надо. Потому что, допустим, на хип-хопе очень часто скорость определяется не как 90 ударов в минуту, а как 180 ударов в минуту. Вам нужно это всё дело подправить, подготовить треки, чтобы этим не заниматься во время выступления, и чтобы больше отдаваться самому процессу, чтобы больше от процесса получать удовольствие. Вы всю свою музыкальную базу, музыкальную библиотеку подготовили, записали на флешку, и всё. И теперь, когда вы эту флешку втыкаете в CDJ 2000 или 900, то они автоматически распознают всё, что вы приготовили, всё, что вы сделали, и у вас уже эти все петли, метки, всё-всё-всё, BPM, всё уже распознано, всё уже готово. То есть, допустим, если вы просто флешку воткнёте с музыкой, то нужно определённое время, чтобы проигрыватель, чтобы он выстроил даже ту диаграмму, которая очень полезна, да, где видно ямы, увеличение громкости, увеличение громкости. Вот, то если будет просто флешка, не проработанная в рекордбоксе изначально, то у вас там где-то минута уйдёт на то, чтобы всё это прочиталось. На CD это чуть быстрее занимает времени, на флешке и SD-карте чуть больше времени занимает. А если вы всё это изначально сделали в рекордбоксе, то оно буквально вообще не занимает практически времени, то есть, уже вся у вас информация есть на флешке, вы в флешку воткнули и вы готовы. Это действительно очень прикольно, вот, то есть, даже теперь и теперь, чтобы вам играть, если эта тема будет развиваться, то значительные прибыли потеряет компания, которая производит сумки для сидюков, да, и сумки для оборудования, потому что не нужно будет, не нужно будет, допустим, уже брать с собой кучу сидюков, не нужно брать, даже тот лаптоп с собой не нужно будет брать. Две флешки в карман, наушники на шее и всё, я готов на гастроль. Да, это классно, вот, рекордбокс, она её можно получить вместе с проигрывателями, её можно получить, её можно просто скачать с сайта Pro DJ, там, как-то так, ссылку я просто размещу сейчас, ну, где-то тут размещу ссылку в пометочках. То есть, даже если у вас нет проигрывателей, ну, вот этих двухтысячных проигрывателей, вот, но в клубе, в котором вы будете играть, или в черенгинге, в котором вы будете играть, будет стоять, вы знаете, что будут стоять эти проигрыватели, вы можете просто заранее подготовиться, скачать эту программу, установить себе на компьютер, расставить там, где вам нужны метки, расставить там, где вам нужны петли, вот, записать всё это на флешку и прийти с флешками, вот, вы будете готовы, это на самом деле плюс. То есть, приблизительно такая же фишка была в тысячных проигрывателях, но все эти запоминания можно было сделать непосредственно на самих тысячных проигрывателях. А сейчас это можно сделать у себя на компьютере, всё, и вы готовы, да, то есть, вы идёте, вы знаете, что там будут эти проигрыватели, двухтысячные или девятьсотые, вот, вы пришли, с флешками засунули, и вы работаете. Прикольно. Очень классная и очень интересная идея. И последняя такая офигительная функция, которую позволяют делать эти проигрыватели, они также выступают как MIDI-контроллеры. Они выступают как MIDI-контроллеры для программы Tractor и для программы Serato. Я сейчас покажу как подключается. Подключается все очень просто. Через USB-провод. В самой программе Tractor уже есть предустановки. Предустановки под названием Pioneer CDJ2000, который полностью вам не надо ничего вручную настраивать. Вы подключили к компьютеру через USB-проигрыватель и он у вас уже работает как MIDI-контроллер. Причем без тайм-код CD-ков. То есть без тайм-код CD, без каких-то носителей. Он проработает напрямую. И подключение у меня заняло 2 минуты. Сейчас я перемещусь, чтобы показать, как это я сделал. Итак, вот мы перешли на крупный план, чтобы показать экран, как подключить, как подключается этот проигрыватель как MIDI-контроллер компьютер. Все очень просто. У нас все делается с помощью вот этой кнопки Link, с помощью которой мы можем выбрать, допустим, SD-карту, находящуюся на втором проигрывателе. Вот. Мы с помощью нее же можем выбрать вот SD-карту или Control Mode. Убираем Control Mode. Ну и в принципе и все. Все, что от нас требовалось. Теперь у меня проигрыватель работает как MIDI-контроллер, причем без тайм-код CD, как MIDI-контроллер для трактора. Сейчас я перемещу, внимание, фокус на экран. Вот. То есть... Все, я? Все. Все, переключаются треки, переключаются все, что нужно. Все, все, что нужно, делается с помощью контроллера. Вот я с помощью той же кнопочки, которой... С помощью той же кнопочки, вернее, крутилки, которой серфил по трекам в саму проигрыватель, я теперь серфил по трекам в тракторе. Если я нажму на кнопку Back, то я буду серфить по папкам. Что тоже очень удобно. То есть, ну, проигрыватель становится полноценным MIDI-контроллером. Что тоже прикольно для тех ребят, которые, допустим, все-таки отдают предпочтение софту, лобтопам. Вот. То есть, тут и для них пионеры придумали. Пионер придумал свою фишку. Вот. Как бы, ну, основные, по основным какие-то может что-то и упустилось. Вот. Но, по-моему, это все такие глобальные фишки этого проигрывателя, которые, которые вот есть. Субтитры сделал DimaTorzok